Я приветствую всех, кто присоединился к нам через канал ТБН. Слава Господу, драгоценные! Добро пожаловать на богослужение Церкви Завета в городе Новосибирске. Я назвал эту проповедь «Как служить Богу, не напрягаясь» и ловлю себя на мысли, что мне прям хочется задать вам вопрос, как вы там, удобно ли вам, хорошо ли вы там сидите или, может быть, лежите, или, может быть, занимаетесь чем-то своими делами и так по пути слушаете меня. В любом случае, я очень рад, что вы присоединились к нашей прямой трансляции, поэтому не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами, и Бог обязательно благословит вас во время этого богослужения. Просто фантастика какая-то. Если бы еще год назад мне сказали о том, что наши богослужения будут проходить вот таким вот образом, я бы, скорее всего, не поверил, потому что это казалось бы чем-то вообще и необычным, и непонятным. Но сегодня это становится для нас нормой. Даст Бог в следующее воскресенье мы таки сможем встретиться все вместе в режиме офлайн. Новое слово, которое теперь уже не новое, которое мы все знаем. И мы ожидаем этой возможности, чтобы встретиться вместе и насладиться присутствием Божьим и общением друг с другом. И мы стали интересоваться, сколько человек, интересно, из нашего собрания собирается посетить следующее богослужение в ДК «Прогресс». И мы насчитали 220 человек. Это значит, что около 300 человек еще останутся дома. По разным причинам кто-то кому-то еще не исполнилось 18 лет, кому-то уже больше, чем 65. И вот в этих условиях вам рекомендовано не посещать массовые мероприятия, поэтому вы вынуждены будете остаться дома. А те родители, у которых дети, кому еще нет 18 лет, тоже, возможно, вынуждены будут остаться дома или хотя бы один из родителей. А у кого-то температура окажется больше, чем 37,1. А кто-то просто испугается заразиться каким-нибудь вирусом. И я думаю, что будет, думаю, что небольшое количество людей, которые останутся дома просто потому что, просто потому что удобно. Просто потому что неохота тратить теперь время на дорогу, силы, средства на транспорт и так далее. Это ведь достаточно удобно. Я думаю, что таких людей будет немного. Но на фоне всего, что происходит, на фоне всех остальных, которые 300 останутся дома, в общем-то, это уже не выглядит чем-то таким вот необычным, как раньше. Если бы кто-то вдруг решил остаться дома, потому что так удобно. Но сегодня уже нет в этом ничего необычного. Я думаю, что на самом деле есть причины. Почему весь мир, почему тенденция такая нашего времени к тому, чтобы стремиться к тому, чтобы было все легче, все как-то, чтобы было просто. Я думаю, что есть причины этому, и причины достаточно весомые. Одна из причин, что скорости жизни стали намного больше. И чем с большей скоростью ты едешь, тем большее напряжение. Потому что руль вправо, руль влево, какое-то неудачное движение, какая-то невнимательность. И проблем намного больше, чем если бы ехал медленнее. Скорости нашего времени намного быстрее, чем раньше. И это заставляет жить нас в некотором напряжении. И это одна из причин, почему так хочется иногда оказаться в том месте, где как-то попроще и полегче. Я думаю также, что мы сталкиваемся с большим количеством вызовов, каких-то стрессов, которые вдруг обрушиваются на нашу жизнь. Это пандемия. Кого-то уволили с работы, у кого-то сложности в семье стали больше, чем до того, когда вы просто уходили по утрам на работу. У кого-то вынужденная, непредвиденная трата денег, и все новые и новые сложности, трудности, стрессы, давление. И так хочется найти место, где передохнуть, где как-то выдохнуть, где не будет таких напрягов. Поэтому достаточно естественно, я думаю, что весь мир стремится к чему-то более простому, к чему-то более легкому, более комфортному. Я думаю, что многие люди сейчас особенно тяготеют к большему комфорту и какой-то легкости. И церковь оказывается в это время под особенным давлением также. Надо признать, что давление на церковь достаточно сильное. Уже сейчас, находясь в условиях вот такой повышенной готовности, как мы говорим, или в режиме самоизоляции, я думаю, многие сразу оценили плюсы вот этого времени. Не надо ездить в воскресенье на собрание, либо какие-то еще церковные собрания, ездить уже не надо. Можно расслабиться возле экрана телевизора, можно даже вздремнуть немножко во время онлайн-проповеди, либо переключиться на что-то более интересное. И некоторые люди даже уже сейчас говорят, что нам не хочется даже ехать куда-то, если даже будет такая возможность. Уже что-то происходит в нашем разуме, в наших сердцах за эти полгода, когда мы оказались в этих новых условиях. А зачем, они спрашивают, напрягаться? А зачем так много сложностей, если я просто могу спокойно посидеть, расслабившись возле экрана телевизора и услышать то же самое? Зачем тратить время просто так? Так, но я хочу спросить у вас, интересно, у кого из вас, дорогие друзья, стало время больше от того, что вам не надо теперь ездить и тратить время на дорогу? У кого из вас стало больше денег от того, что вы сэкономили на транспорте? У кого из вас стало больше сил из-за того, что вы их не потратили, чтобы встать пораньше, приготовиться к богослужению и приехать, например, в ДК «Прогресс» или в какое-то другого место? Я думаю, что большинство из вас скажут, что не стало больше ни одного, ни другого, ни третьего. Время тут же чем-то заполняется, мгновенно время заполняется, как будто его и не было. Через полгода, нам кажется, это вполне нормальный режим жизни, уже не кажется, что тебе нечего делать. Тут же время заполняется чем-то другим. Я не так давно видел один интересный такой пример, который я хочу вам сейчас проиллюстрировать. Семен, помоги мне, пожалуйста, в этом. Для этого я взял емкость. Я взял вот такую емкость и насыпал туда шариков, полную емкость. Полная емкость шариков, не так ли? Я надеюсь, что вам все видно. А теперь мы возьмем поменьше шарики. Поменьше. И попробуем туда всыпать в эту полную заполненную емкость. Засыпай, брат. Засыпай. 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 И они все вмещаются. И они все вмещаются. И кажется, что емкость теперь уже точно полная. Ведь не осталось практически никакого места. Сюда нельзя засунуть какой-то большой шарик. И даже маленький сложно уже туда вставить. Но давайте возьмем еще что-то. Это песок. И мы попробуем всыпать в эту же емкость, уже полную, уже заполненную, песок, и он засыпается. Целый стакан. И он засыпается, и он засыпается, и емкость заполняется, и весь песок туда уходит. Дорогие, я хочу показать, что сравнив нашу жизнь с этой емкостью. Эта емкость – это наша жизнь. И для многих вещей в нашей жизни есть место. Брат мой, ты решил нас удивить? На самом деле он взял второй стакан, и в, казалось бы, заполненную емкость он насыпает и насыпает этот песок, и он засыпается. Но однажды есть предел и для него. Поэтому вот мы имеем полную такую емкость. Мы знаем, что там есть шарики, достаточно большие. Мы знаем, что там есть поменьше шарики, и их побольше, чем больших. И здесь же очень много песка. И вот в результате жизнь заполненная. И как вы, наверное, догадались, что большие шарики символизируют что-то важное в нашей жизни. Что-то по-настоящему важное, оно не просто так приходит в нашу жизнь. А для того, чтобы оно появилось в жизни, надо потратить время, надо потратить силы, надо от чего-то отказаться, чтобы приобрести эти большие, серьезные ценности. И есть ценности поменьше. Их по количеству побольше. И сюда, я думаю, входит и семья наша, и работа наша, и дети наши. И разные, разные, серьезные сферы в нашей жизни. Сюда же входит забота о здоровье. И много-много очень важных вещей. Бизнес, работа. И также есть песок. Есть много-много-много мелких вещей, которые тоже заполняют нашу жизнь. И это может быть и хобби, и отдых. Это может быть просто поспать. Это может быть просто времяпровождение за экраном телевизора, когда вы просто смотрите какой-то фильм. Много-много-много есть вещей, которые могут заполнить нашу жизнь. И она будет полной. И в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого, потому что на самом деле в нашей жизни умещается очень много вещей и должно умещаться очень много вещей, когда все на своем месте. Когда есть в нашей жизни важные ценности, когда есть более мелкие. Когда есть и то, что просто заполняет нашу жизнь и приносит какие-то краски, добавляет и дает нам какие-то удовольствия. Все на своем месте. И все это усмотрел Бог. Но если мы поменяем местами... У меня есть еще одна емкость. И мы ее изначально заполнили песком. И там нет шариков, и там нет больших шариков, там нет маленьких шариков. И если вы смотрите со стороны, то, в общем-то, они практически одинаково выглядят, скорее всего. И одна, и другая полная. И там, и там. Сверху столько много деталей под названием песок. Давайте попробуем ставить в эту емкость что-то еще. Что-то из более важного. И вы не сможете. Что-то более серьезное, и у вас не получится. Там уже нет места для чего-то более серьезного, чем этот песок. Очень важно не перепутать местами. Что должно быть во-первых? Что должно быть во-вторых? И чем, какими цветами дальше должна быть заполнена наша жизнь? Спасибо большое, Семен. Спасибо. Забирай наш пример. Слава Господу. Я недавно разговаривал с нашим молодежью. Потрясающая наша молодежь. Они такие открытые. Они такие настоящие. Я их очень люблю. И вот одна сестра мне сказала такую вещь. Говорит, понимаете, «Молодежь сегодня не думает так, как вы думаете». Она сказала, «Мы не паримся сегодня, как там написано в Библии по какому-то вопросу. Мы не напрягаемся, чтобы понять, что думает Бог в одном или в другом случае. Мы не напрягаемся, чтобы как-то озадачиться этим. Зачем? Живи в простоте». Это девиз сегодняшней молодежи, который достаточно распространенный. Иисус умер за наши грехи. Он оправдал нас. Он любит нас такими, какие мы есть. Что нам еще нужно? И на самом деле, когда ты размышляешь подобным образом и смотришь на эти рассуждения вокруг, то может возникнуть этот вопрос. А может быть, мы просто отстали от жизни. Может быть, надо просто бежать быстрее, чтобы не отстать от вот этого современного какого-то потока, чтобы чего-то не пропустить. Может быть, просто надо быстрее, быстрее. И может быть, не надо на самом деле ковыряться в чем-то. Может быть, не стоит тратить столько усилий, чтобы вникать в Библию, чтобы стараться понять, как Бог думает. Кто может понять, как там Бог думает? Ведь Его мысли не наши мысли. Его желания не наши желания. Написано, как небо выше земли, так Его мысли выше наших мыслей. И все равно мы до конца не можем понять, зачем напрягаться. Так много напряжений в жизни, кроме этого. Бог любит нас. Он принял нас. Давайте просто жить, давайте просто радоваться. И зачем нам эти сложности еще в церкви? Дорогие, проблема может быть только в том, что таким образом наша жизнь заполнится многими-многими вещами. И они будут казаться серьезными, значимыми, но останется ли там место, чтобы заложить те ценности, без которых мы никогда не сможем быть счастливыми, свободными и по-настоящему испытывать это удовольствие легкости, свободы и необремененности. Я хочу предложить вам сегодня три серьезные ценности, без которых я уверен не может быть счастливой жизнь ни одного человека. Итак, первая ценность это называется личные отношения с Иисусом Христом. И это первый камень, который необходим в основании нашей жизни, без которого ни один человек не может быть по-настоящему полноценно счастлив, без которого ни один человек не может чувствовать себя свободным, легким и радоваться тому, что нет никаких напряжений в жизни. Но я должен вам сказать, что это та ценность, которая просто так на бегу не приходит. Невозможно иметь личные, близкие отношения с Иисусом Христом, если вы не тратите на это время. Если вы не прилагаете определенных усилий для того, чтобы развивать эти отношения с Богом, и мы знаем, что эти отношения развиваются через изучение Слова Божьего, которое Бог оставил нам, которое мы называем Библией, Святое Писание, без изучения Святого Писания невозможно познавать по-настоящему Иисуса Христа. Но когда Слово Божье, которое вы читаете, оно оживает в вашем сердце, оно наполняет вашу жизнь настоящим смыслом. И это то, ради чего стоит тратить время. Это то, ради чего стоит от чего-то отказаться. Это ценность номер один, без которой мы можем оказаться просто обманутыми и очень серьезно обманутыми. Друзья, дьявол боится, если вы узнаете то, что написано в Библии про вас. На самом деле он боится, если вы по-настоящему вникнете в Слово Божье и возьмете оттуда, что Бог думает о вас. Ведь вы узнаете тогда, что Бог говорит о вас, что вы больше, чем победитель. Ведь именно там написано, что никакое орудие, сделанное против вас, не устоит. Ведь именно там написано, что вы будете поражать дьявола в голову, даже когда он будет пытаться как-то жалить вас в пяту, будет доставлять вам какие-то трудности, проблемы, то у вас будет достаточно власти и силы, чтобы поражать дьявола в голову. Вы это сможете увидеть, только изучая Слово Божье, только находясь в этих особенных отношениях в молитве, никто другой не сможет вам открыть. Вы скажете, да я это знаю, да я это уже слышал, но одно дело, когда ты читаешь это или просто слушаешь как звук, который доходит до тебя, но совершенно другое дело, когда Бог начинает тебе это говорить прямо из Святого Писания, совсем другое дело, когда в молитве ты понимаешь, что Он наполняет тебя этим словом, оно к тебе, оно не просто написано в Библии, оно говорит прямо сейчас в твою жизнь, ранами Иисуса Христа ты исцелен, властью Иисуса Христа ты освобожден прямо сейчас, и когда ты слышишь это от Господа, когда твое сердце открыто, тогда это производит невероятное действие в твоей жизни, тогда ты освобождаешься от всякой лжи, которую дьявол приносит в нашу жизнь, тогда это просто как мусор, как шелуха отпадает от тебя, желание искать чего-то еще, желание обогатиться через какой-то грех, желание просто убежать из церкви, все это шелуха, которая отпадает от тебя, если на самом деле ты начинаешь слышать, чувствовать присутствие живого Бога в своей жизни, драгоценное, это не происходит просто так по пути, это та ценность, ради которой придется потратить время, и я слышу сегодня, как, знаете, в разных фразах, я бы сказал, высмеивается эта простая истина с попыткой, я думаю, просто убрать ее из жизни и поставить ее наряду с какими-то другими ценностями, которые не могут даже рядом стоять с этой великой ценностью, которая называется отношение с Иисусом Христом, и я слышу то там, то там, как люди говорят, да вы законники, да вы фарисеи, да неужели надо вот обязательно прям читать Слово Божие, читать Библию, молиться, неужели на самом деле, что чем больше ты проведешь время, тем у тебя какие-то лучшие отношения с Богом будут, друзья мои, я хочу сказать вам однозначно, чем больше вы будете читать Библию, чем больше вы будете молиться, тем ближе присутствие Бога живого будет в вашей жизни, тем больше вы будете его понимать, тем мудрее вы будете, находясь, оказываясь в различных ситуациях, тем больше сил вы будете чувствовать в своей жизни, когда будете встречаться с какой-то атакой дьявольской, или с каким-то вызовом, или с каким-то стрессом, с которыми неизбежно мы встречаемся сегодня. Драгоценные по-другому не бывает. Ты не сможешь приобрести огромное сокровище за бесценок. ты не можешь приобрести сокровище под названием отношения с Богом, не напрягаясь, не платя определенную цену, не жертвуя чем-то, что для тебя просто по-человечески считается важным. Не бывает так. Вы скажете, как же так? Ведь мы не заработали, чтобы Бог пришел в нашу жизнь однозначно. Мы не заработали, никогда не сможем заработать, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. Мы никогда не можем оправдаться перед Ним за наши грехи. Он принес самого себя в жертву, чтобы разрушить стоящую между нами преграду под названием грех, и чтобы мы могли легко прийти в Его присутствие. На самом деле мы не заплатили за это, чтобы получить это дыхание жизни, которое Бог дает каждому, кто поверит в Иисуса Христа. Мы не оправдались перед Ним, и мы не заплатили никакой цены. Он просто постучался в нашу жизнь. Он просто предложил нам поверить. И мы поверили, и мы открыли сердце, и Он пришел. Но теперь ведь надо жить вместе с Ним. Мы получили доступ к этому престолу благодати, но ведь теперь надо приходить к Нему. И вот здесь все силы ада восстают против того, чтобы ты приходил к Нему. И так много препятствий возникает на этом пути, когда ты собираешься по-настоящему взыскать Бога. Так много обстоятельств возникает, которые просто поперек становятся тому времени, которое ты решил отделить для Бога. И если ты не приложишь усилия, если ты не выразишь определенное напряжение для того, чтобы застолбить просто это время с Богом, для того, чтобы отделить его, для изучения Божьего Слова и для молитвы, просто так, эта ценность не появится в твоем основании. И тогда однажды этот дом просядет, потому что Слово Божье, оно не стареет, оно не становится каким-то архаизмом от того, что прошло 2000 лет, оно живо и действенно, как вчера, сегодня, так и во веки веков, и оно в вечности будет и никогда не закончит свое действие. И это Слово Божье, которое говорит, что для того, чтобы иметь эту ценность, надо копать, надо копать, надо изучать Божье Слово, надо вникать в это Божье Слово, углубляться, и только тогда ты можешь заложить это основание, и по-другому не получится. Это слова Иисуса Христа, мудрый человек, тот, который копал, углубился и положил основание, и потом на этом основании начинает строить свой дом, свою жизнь. Один из камней в этом основании это личные твои отношения с Богом, есть они сейчас или нет, настолько они развиты, насколько они настоящие, насколько они честные, насколько они реальные, дорогие. Именно поэтому, когда апостолы увидели, апостолы увидели, что их время, которое предназначено для молитвы и слова, может быть занято чем-то другим, они сказали, нет, 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 стоп, они собрали, написано множество учеников, почитайте книга Деяния, они собрали множество учеников, и сказали, друзья, нехорошо, если мы оставим слово Божье и молитву и займемся этими важными, бесспорно важными делами, там речь шла о том, что надо позаботиться, было о нуждающихся, надо было правильно распределить финансы, надо было правильно распределить обеспечение для этих вдов, но важная вещь, но они сказали, если это займет наше время для слова и молитвы, мы не можем себе этого позволить, вы скажете, ну мы не апостолы, мы не заняты, вот так вот, от того, что вы не апостолы, дорогие, ценность эта не становится меньшей, она по-другому будет выражаться, она в другое время, другие силы от вас потребуются, но она должна быть, точно так же, как апостолы бодрствовали, чтобы это время не было занято ничем другим, точно так же, нам сегодня надо бодрствовать, чтобы это время не было занято ничем, должно быть время для изучения Божьего слова Писания, должно быть время отделенное для молитвы, и оно ничем не должно быть занято, услышьте, драгоценные, и заложите это основание в своей жизни, когда так много вызовов, когда так много трудностей, когда нам так хочется, мы так тяготеем, чтобы где-то выдохнуть и расслабиться, драгоценные, если вы напряжетесь, если вы постараетесь, чтобы отделить свое время для слова Божьего и молитвы, именно там вы обучете этот покой, эту легкость, эту свободу, потому что Иисус Христос сказал, что именно когда вы будете познавать истину, она сделает вас свободными, и это слово познавать, это не то, что в разуме где-то прочитать, услышать, понять даже что-то, это слово, которое описывает отношения мужа и жены, которые совокупляются вместе, которые становятся одним, которые в этой близости, нет там уже двоих, там одно, они любят друг друга, они безраздельно посвящены друг другу, вот именно так описывает Иисус отношения с Ним, который называется истина, Он говорит, истина сделает вас свободными, познайте истину, и она облегчит вашу жизнь драгоценная, давайте заложим это в наше основание, давайте расчистим свою жизнь от песка, от разных драгоценностей, от разных ценностей в нашей жизни, и поставим в основание эти отношения с Богом, которые должны развиваться и развиваться и развиваться, и я уверен, что тогда наш дом будет строиться правильно, наша жизнь будет строиться правильно, тогда останется место для всего остального, не переживайте, потому что Бог сказал, что если ты оставишь ради Него, то получишь, не переживай. Вторая ценность, о которой я хочу сказать, называется открытые отношения с братьями и сестрами, настоящие, открытые отношения с церковью, и это та ценность, без которой ты не можешь обрести настоящую свободу и радость в своей жизни, послушайте, послание к Ефесянам, 4 глава, 25 по 27 стих, поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу, гневаясь, не согрешайте, солнце, да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу, оказывается, пренебрегая отношениями с церковью, мы можем дать место дьяволу в своей жизни, только вдумайтесь в это, пренебрегая отношениями с братом или сестрой, ты можешь дать место в этой емкости под названием жизнь, не просто чему-то незначительному, а дьяволу, и Господь говорит, бодрствуйте, бодрствуйте за тем, чтобы в вашей жизни не появилось место для дьявола, а как оно появляется, мы никто не планируем такое место для дьявола, мы хотим избавиться от него, тогда бодрствуйте в ваших отношениях с братьями и сестрами, не отнеситесь легкомысленно, если вы имеете какой-то конфликт, если по отношению к вам есть какая-то претензия, если у вас есть какая-то претензия, не отнеситесь к этому легкомысленно, ведь это горький корень, который постепенно начинает разрушать вашу жизнь, и Слово Божье говорит, если внутри твоем появилась злость какая-то, гнев, ропот, претензия, пусть Солнце не зайдет до тех пор, пока ты не решишь этот конфликт, и ты не можешь остановить Солнце, ты не можешь определить для этого время, Солнце это то, которое всходит по воле Божьей и заходит по воле Божьей, это не Солнцу надо правильное время понять, это тебе надо поторопиться, чтобы решить свою проблему до захода Солнца, я так благодарен многим из вас, которые именно так поступают, и я вижу эту красоту в братьях моих и сестрах, я вижу эту красоту в нашей молодежи, которые когда видят, мы не так давно разбирали разные ситуации, я любовался просто нашими братьями и сестрами, которые когда видят, что они кого-то обидели, когда видят, что есть какая-то претензия, они не останавливаются, пока не решат этот вопрос, они не могут спокойно дальше жить, служить, как ни в чем не бывало, если в команде есть проблема, они выясняют, они трудятся, ну и конечно, это связано с напряжением, конечно, это связано с тем, что тебе надо потратить время, и тебе говорят, давай встретимся, надо поговорить, у меня нет времени, чтобы опять встречаться, ладно, поговорили, они решили до конца, время потратили, два-три часа, а потом опять созваниваемся, давай все-таки встретимся, и это непросто, потому что это неприятно, потому что это напряжение, и я вновь и вновь слышу, да вы законники и фарисеи, зачем вам ковыряться в этом, ведь есть Бог, Он все решит, Он все расставит на свои места, Бог есть Бог, Бог на своем престоле, и Он руководит нашей жизнью через свое слово, и Он сказал, это Новый Завет, пусть солнце не зайдет, пока ты не решишь свой вопрос с братом или сестрой, а другое местописание, в Евангелии от Матфея Иисус говорит, и так, если ты принесешь свой дар к жертвеннику, и там вдруг обнаружишь, вспомнишь, поймешь, дойдет до тебя все-таки, что кто-то имеет к тебе претензию, мы бы и рады были, чтобы до нас даже не доходили такие вещи, но Дух Святой не оставляет нас в покое, и Он приносит нам эти мысли, и вдруг ты вспоминаешь, эх, да, есть проблемка, послушайте, что говорит Иисус, как только ты это поймешь, как только ты вспомнишь, что кто-то имеет к тебе претензию, или ты поймешь, что у тебя все-таки нет прощения, оставь свой дар прямо перед жертвенником, я представляю, как люди слушали Иисуса тогда в то время, ведь тогда жертву надо было притащить, они, может быть, тащили целого вала, чтобы принести в жертву, были такие счастливые, что они могут себе это позволить и так послужить Богу, и вдруг Иисус говорит, что этот вол, что эта жертва, она не так важна перед Богом, как то, та ценность, которую Он показывает, примирись с братом своим, не проигнорируй отношения с братом или с сестрой своей, более того, Иисус, апостол Павел, точнее, в первом послании Коринфянам в 11 главе, когда он описывает, каким должно быть хлебопреломление, он говорит, от того, что вы пренебрегаете своим ближним и при этом участвуете в хлебопреломлении, многие из вас больны, вы идете против Бога, вы идете против тела Христова, ведь мы все члены друг к другу, члены одного и того же тела, Иисуса Христа, глава которого Он Сам, и от того, что, и Павел говорит, вы пренебрегаете отношениями с ближним, от этого вы заболеваете, потому что Он Святой, более того, Он говорит, некоторые даже умирают, драгоценные, пусть эта ценность, она обновится в нашей жизни, следующее воскресное собрание, мы планируем участвовать в хлебопреломлении, используйте время, до следующего воскресного собрания, чтобы решить все эти вопросы, возможно, вам понадобится один раз встретиться, потом другой раз встретиться, слава Богу, мы вышли из этой закрытой самоизоляции, и мы можем все-таки общаться, не только по телефону, используйте это время, посмотри правильно на свою жизнь, которая чем-то заполнена, и всегда мы можем сказать, у нас нет времени, но пусть этот пример для тебя вспомнится, и подумай, как бы эти важные ценности не оказались за бортом твоей жизни, ведь в таком случае этот дом на песке, ведь в таком случае ничего серьезного невозможно построить, и только представь, проходит год за годом, тратится время, силы, деньги, все так же тратится, только в Царстве Божьем выхлопа может быть ноль, только можно оказаться бесплодным, только с важными ценностями за бортом, однажды этот дом просто может потерпеть великое крушение. Я хочу показать вам третью ценность, которая также очень важна, я назвал ее Дело Божье. Есть ли Дело Божье в твоей жизни? Есть ли конкретное Дело Божье, которое ты делаешь для Него? Ведь Иисус Христос, Он поставил на один уровень свое имя и то дело, для которого был послан, и Он говорит, если кто-то не оставит абсолютно все в своей жизни, не сможет оставить чего-то ради меня и ради дела, которое я поручаю, не может быть по-настоящему моим учеником. И когда у нас вокруг так много дел, когда мы такие заняты, когда у нас так много всего, и выделить время для дела Божьего, сегодня это так легко оказывается за бортом. Сегодня так легко эта ценность, она где-то вот так выглядит в нашей жизни, где-то вот сбоку пытается туда войти, и так трудно, и невозможно, время нет, сил нет, денег нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем, мы не можем. Дорогие, но я вижу, что это одна из этих трех самых важных, на мой взгляд, ценностей, которые должны быть в основании нашей жизни. И если нет, то там песок, то там что-то менее важное, оно не выдержит нагрузки, оно не выдержит этих стрессов, которые будут давить на нашу жизнь, оно просядет однажды, это основание нашей веры, если мы не обновимся в этих ценностях, о которых сегодня говорим. Иисус Христос именно так жил, Иисус Христос показал своей жизнью, имея все возможности на этой земле, имея абсолютно все ресурсы на этой земле, имея всех ангелов неба, которые могли бы ему служить и служили, имея весь потенциал, имея все дары, абсолютно все, он уделял больше всего времени этим трем вещам. Он ценил отношения с отцом и прилагал усилия, когда не было время, когда весь день расписан или весь день просто пролетает в разных делах, он уходил и проводил ночь на горе. Не вставал вопрос во времени, ценность оставалась на первом месте. Даже если весь день пролетел, я не могу остаться без молитвы, я не могу остаться без Слова Божьего, я не могу остаться без этих отношений с Богом. Пойди на гору, чего бы тебе это не стоило. Пусть эта ценность, она будет на правильном месте. Следующее, чему Иисус посвящал свою жизнь, это своим ученикам, это отношениям с теми людьми, которые его окружали, и он посвятил свою жизнь, написано, расточил всего себя, раздал нищим ради этих отношений и в конце назвал их друзьями. Их необрезанных, таких вот по сердцу, таких вот разных, греховных, со своими гордостями, с трудностями, в конце все-таки. Он говорит, я не называю вас больше рабами, я называю вас друзьями, потому что я открыл вам все, я построил с вами те отношения, которые мне нравятся, и теперь мой отец это ваш отец, и теперь мое царство это ваше царство, я просто ожидаю вас там. Дорогие, и он посвятил свою жизнь тому делу, ради которого пришел, и в конце своего пути он именно так молился, Господи, может быть минует меня чаша сия, потому что дело сильно великое, очень трудно, и капли пота, как капли крови, от чего? От напряжения, от этого напряжения, потому что было так трудно, дорогие, но потом он сказал, но именно для этого я пришел, именно для этого дела я пришел, и так три ценности, которые обязательно должны быть в основании, это отношение с Богом, это отношение с церковью, это то дело, которому тебе надо посвятить свою жизнь, и тогда Бог благословит тебя, и тогда никакие стрессы, и тогда никакие обстоятельства, никакие трудности этого времени или любого другого времени, с которым мы столкнемся, они не смогут одолеть тебя, они не смогут разрушить тебя, они не смогут противостать тебе, они разрушатся от твой дом, и никакое оружие, сделанное против тебя, не устоит, и тысячи и тысячи врагов приблизятся к тебе, тысячи бесов, и хоть все врата ада приблизятся к тебе, и падут возле тебя, потому что лукавый не сможет прикоснуться к тебе, потому что твоя надежда в Господе, потому что Иисуса избрал ты прибежищем своим, потому что под кровом Всевышнего решил ты обитать по всей жизни своей, Бог сделает тебя сильным, непобедимым, Он сможет вытащить тебя из любого обстоятельства, из любого тупика вывести, из любой проблемы вытащить, если ты эти три ценности заложишь в основание своей веры, своей жизни, и пусть Бог благословит тебя. Субтитры создавал DimaTorzok